Уже более 70% плана санкций предложенного группой Ермака Макфола выполнены. Это результат работы одного из трех важных стратегических направлений руководителя Офиса президента Украины. Эта экспертная группа создала и регулярно обновляет рекомендационные списки для Запада и, что более важно, отслеживает и ликвидирует пути обхода ограничений россиянами. Предложения группы Ермака Макфола продолжают принимать на Западе. Так, недавно стало известно о возможном отключении от системы SWIFT еще ряда банков. Сообщается, что ЕС обсуждает отключение от SWIFT еще четырех российских банков – Газпромбанка, Альфа-банка, Росбанка и Тиньковбанка. Газпромбанк занимается расчетами за экспорт российского газа. Группа Макфола Ермака предложила отключить все топ-30 российских банков еще в апреле. Андрей Ермак – руководитель Офиса президента Украины в Телеграм. Группа Ермака Расмуссена – второй важный проект для руководителя Офиса президента. В этом месяце был представлен проект киевских гарантий безопасности. Согласно ему, по окончанию войны с Россией Киев заключит рядом с западных стран различные многосторонние договоры о гарантиях помощи в случае повторного нападения Москвы. При этом документ не означает отказ от курса Украины на вступление в НАТО. «Мы работаем над тем, чтобы самые могущественные субъекты свободного мира стали гарантами нашей безопасности. Главное – это четкие, юридически обязывающие шаги, конкретные и своевременные действия, призванные предотвратить войну и охладить любые намерения агрессора. Значит, все то, что нам было недоступно и почему у России была иллюзия, что она может безнаказанно вести войну против Украины». Также в сентябре Андрей Ермак еженедельно проводил переговоры с советником президента США Джейком Салливаном. Главной темой было предоставление новых объемов поддержки для ВСУ. А после масштабного обмена пленными, который состоялся 21 сентября, представитель Белого дома поблагодарил Украину за возвращение домой двух граждан США. А после того, как Путин вновь пригрозил Украине ядерным шантажом, Салливан выступил с жестким заявлением. «Мы прямо в частном порядке и на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что США и наши союзники ответят решительно, и мы четко и конкретно заявили, к чему это приведет. Мы также публично заявляем, что принципиально важно, что Соединенные Штаты решительно ответят, если Россия применит свое ядерное оружие». Кроме того, Офис президента и лично Андрей Ермак ведут переговоры с различными западными организациями о создании специального трибунала над российскими военными преступниками. Также Банковая продолжает продвигать инициативу о признании Вашингтоном России страной-спонсором терроризма. Ксения Сережда, Данила Кобза для телеканала Freedom.